На месте будущей школы вырыта транше для теплотрассы, ведутся работы по наружному электроснабжению. Производится разбивка осей здания, устраивается котлован под фундамент. Все необходимые материалы завезены, но подрядчик идет с отставанием графика. Отставание порядка пока трехнедельный сегодняшний момент. Были внутренние организационные вопросы, с которыми справились. Соответственно, материал завезли на строительную площадку. Думаю, апреля месяцем, ну или первого мая, отставание будет ликвидировано. К этому времени подрядчик должен будет выполнить работы на 64 миллиона рублей при общей стоимости проекта почти в 900 миллионов. Задача одна – открыть новое образовательное учреждение 1 сентября следующего года. Совещания на строеплощадке будут проходить в еженедельном режиме. Мы будем требовать выполнения графика работ и их качествах, подчеркнул глава города Сергей Носов. В ближайшее время будут запущены аукционные процедуры на строительство еще одной школы в микрорайоне Александровский. Проект аналогичный – на 1200 мест, стоимостью 878 миллионов рублей. В связи с тем, что сейчас школа не под ключ, к нами было произведено разделение на строительно-монтажные работы с монтированием оборудования, так же, как и в 56-й школе и на оборудование. И запущено постановление для того, чтобы можно было отыграть конкурс. Постановление должно быть на этой неделе, нам сказали, уже заглазовано. И на следующей неделе, после праздника, возможно, мы уже размещаться будем на площадке. Кроме строительства двух школ в Нижнем Тагиле может быть запущено возведение детских садов. Муниципалитет выполнил майский указ президента, обеспечивая тагильчан в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах. Но 3900 заявлений подано на зачисление детей в Ясли. И эту очередь необходимо ликвидировать. Путем строительства новых садиков, реконструкции и модернизации ранее построенных, размещения групп во вновь построенных жилых домах. И как только есть основания предполагать, что такая программа в Российской Федерации появится, в самом ближайшем будущем, может быть в этом году, Тагил должен быть абсолютно готов. Антон Сайф, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ.